Представьте себе утро с видом на Москва-реку. Вы выходите на собственную набережную, чтобы насладиться прогулкой. И вы всего в четырех минутах на автомобиле до Кремля. С вами Светлана Наумова, эксперт по недвижимости и ипотеке, владелец агентства. И сегодня мы с вами поговорим о проекте, который все это сочетает ЖК Фаривер. Поехали! Чем уникален Даниловский район? Это исторический центр. Всего лишь в четырех километрах от Кремля. Интересно, что это единственный район, который расположился на двух берегах Москвы-реки. Садовое кольцо в трех километрах и ТТК в полутора. То есть будут очень удобные выезды для жителей ЖК Фаривер. И давайте сегодня поговорим про инфраструктуру. Что же здесь такого интересного вокруг жилого комплекса Фаривер? Здесь Москва-река, очень красивое место. И столько лет здесь ничего не было. Большая часть территории Даниловского района были промзоны. В таком классном месте, да? И как здорово, что все это облагородили. А что вот здесь было до этого? На сайтах же это не напишут. Все верно, Светлана. Это на самом деле хороший вопрос. Вы правильно отметили то, что Москва действительно становится с каждым годом все краше и интересней. Раньше было хранение спецтехники. То есть у нас в районе третьего транспортного кольца старое здание инфраструктуры московской – это ЗИЛ. А в этой территории, соответственно, никаких промышленных зон, ничего подобного не было. Здесь хранилась техника, то есть автомобили. Площадка абсолютно чистая, и поэтому, естественно, полностью пригодная для застройки, где мы уже полностью все отстроили. Какие вот самые интересные фишки района? Что будет поблизости? Их на самом деле сразу несколько. И самое основное, то, что мы видим сейчас прямо на макете, это бросается в глаза, это реконструкция стадиона «Торпедо». И в конце 2025 года здесь будет абсолютно новый современный спортивный кластер на 15 тысяч человек вместимостью. И эта футбольная арена имеет еще и большой физкультурно-оздоровительный комплекс на своей базе. Соответственно, жители района могут пользоваться этой инфраструктурой, и поэтому здесь и школы для детей, секции различные, школа бокса, школа футбола, и это действительно интересно. А есть ли поблизости школы важный объект, потому что очень большая территория, семей с детьми будет тоже много? В шаговом доступе есть и школы, и детские сады. Но важно отметить то, что город Москва буквально для наших жителей строит муниципальную школу на тысячу мест. Через полтора года она уже откроет свои двери, и она находится в 50 метрах от наших живых комплексов. То есть за образование детей не потребуется платить дополнительные деньги. А инфраструктура района какая? Помимо того, что в наших объектах есть коммерческая инфраструктура, конечно же, салоны красоты, пекарни, фитнес-клуб и так далее. То есть все необходимое под рукой. Не надо будет куда-то ехать, чтобы зайти в салон или пойти в ресторанчик? Все здесь тоже это будет? Абсолютно не потребуется. Как раз-таки концепция живых комплексов такая, что центр там, где я. То есть мы становимся центром притяжения всего внимания данного района. Ну и в окружении есть торговые центры. Ривьера буквально в 15 минутах пешком, где можно сходить в кинотеатр и так далее. То есть все необходимо действительно близко. Также в шаговом доступе буквально в 5 минутах от наших объектов располагается Дом культуры Зил. Я уже рассказал про спортивную арену, где детишки могут в секции ходить. Но опять же, не все у нас спортсмены. Кто-то творческим направлением занимается, кто-то любит искусство, поэтому и взрослые, и дети могут посещать Дом культуры Зил. Тоже отличное место. Что еще строите? Набережная большая. Смотрю, у вас такая большая площадь застройки. Верно, набережная действительно большая, и она вся наша. То есть мы находимся на первой линии и застраиваем сразу три объекта. Это River Sky, который уже построены, жители здесь проживают. Здесь есть варианты для покупки квартир в готовом доме. Это проект 4River, который сдается уже в этом году, и жители в этом году получают ключи. И также наш новый премиальный сегмент, это 4River Residence, который сдается в конце 26-го года. Поэтому выбор очень большой. По срокам сдачи у нас объект 4River разделяется на два этапа. Первый этап, это корпуса с первого по шестой, уже вводятся в эксплуатацию буквально в конце августа. То есть это самые ближайшие сроки и пойдет передача ключей. А также есть второй этап, это корпуса с седьмого по одиннадцатый, которые сдаются в четвертом квартале текущего года. Поэтому все в этом году. Я хочу сказать, что вот сданные очереди, не сданные, они друг другу вообще не мешают. Если будет достраиваться, то жители вообще никак на них это не отразится. Конечно, вы все правильно отметили, потому что у нас полностью все монолитные фасадные работы, то есть внешняя облицовка корпусов уже готова. То есть никому ничего мешать не будет, будут идти только какие-то внутренние завершающие работы. А есть какие-то особенности уникальные у корпусов? Да, конечно, особенности есть. Как я и сказал, у нас корпуса делятся на два этапа. Отмечу то, что оба этапа соединяются пешеходным подвесным мостом, то есть территория жилого комплекса действительно большая. И есть три акцентные башни в жилом комплексе. Это корпус номер один, корпус номер четыре и корпус номер десять. Архитектура живых комплексов буквально повторяет водную гладь. И у них даже есть свое собственное название. То есть башня-келеватор, водные брызги и водный рек. Поэтому здесь архитектура не только внешняя, но еще и в названии. Ну вот мы с вами и переместились к самим корпусам. Как мы видим, они уже в завершающей стадии строительства. Есть детская площадка, там вот буквально за моей спиной, тематическая для разных возрастов. И помимо самой территории, где можно прогуляться, есть Симонов монастырь буквально в трех минутах. Парк Липки. Некоторые деревья здесь будут высажены высотой до третьего этажа. И то есть не будет такого ощущения, что это совершенно новое место. А как будто вы в парке, который уже давно функционирует. И интересная такая фишка, которая не во всех проектах, конечно, есть. Это отдельная лаунж-зона на Силобате, где можно на лежачке полежать, позагорать. Да и просто отдохнуть с книжечкой. И сейчас будет ценная информация для автомобилистов. В жилом комплексе три уровня парковки. И есть лифтовой доступ для автомобилей и электрокаров. Будут продуманы выделенные выезды в город. И на территории ЖК будет вся инфраструктура для автомобилистов. Это автомойка и шиномонтаж. И в этих корпусах как раз расположились пентхаусы, да? Совершенно верно. У нас по всей первой линии в целом есть пентхаусы. Сейчас здесь можно приобрести квартиру с двумя видами отделки. Whitebox и черновая отделка. Интересный такой момент. Чистовую отделку раскупили уже. С чем это связано? Большая часть жителей не захотели заморачиваться с отделкой самостоятельно. И купили квартиры как раз с готовой отделкой от застройщика. Черновая отделка это когда вы хотите полностью сделать ремонт сами. То есть это удобно тому, кто хочет именно свою планировку. А что же включает whitebox в данном случае? Это разведенная электрика, уже возведенные белые стены, выведены все выключатели и розетки. И самые грязные черновые работы тоже будут сделаны. И вам самостоятельно нужно будет сделать только косметический ремонт. Такие пентхаусы более 400 квадратных метров стоимостью от 364 миллионов рублей. Здесь они особенно интересные, особенно красивые. Это одни из самых больших квартир вообще в живом комплексе. Такие прям витражные окна большие, красивые. Верно, окна полностью в пол, очень большие. И они идут от 6 до 7 метров. Поэтому света будет очень много. А какие уникальные планировки есть здесь? Есть квартиры на первых этажах собственным патио. То есть представьте, у вас собственная придомовая территория. Они располагаются у нас также по первой линии во внутренней части двора. То есть вы выходите, и у вас есть небольшая собственная территория. У второй очереди, соответственно, второй линии у нас есть также квартиры с террасами. То есть это, как правило, последние и предпоследние этажи. Тоже увеличенная высота потолка. И своя собственная терраса может быть 30-40 метров. А сколько примерно в процентном отношении видовых квартир здесь? Больше 50% квартир в жилом комплексе – это видовые квартиры, которые имеют вид на реку. То есть архитектура сделана таким образом, что у нас даже вторая линия имеет видовые квартиры в сторону реки. Вообще сходу сложно понять, какая планировка для вас будет лучшей, которая подойдет именно под вашу семью и будет удобна именно вам. Я для вас создала специальный гайд лучших планировок. Вы можете на них посмотреть, выбрать то, что нравится именно вам. Оставляю подарок бесплатно по ссылке в описании ниже. Поговорим про цены. Сколько же стоит купить квартиру в Форивере? И однокомнатную квартиру от 38 квадратных метров можно купить от 24 миллионов до 33 миллионов. Разница в цене будет зависеть от видовых характеристик, от этажа, от планировки и индивидуальных условий по этой квартире. Двухкомнатная квартира будет стоить от 22 миллионов до 49. Трехкомнатная от 34 до 79 миллионов рублей. Четырехкомнатная и больше от 52 до 104 миллионов рублей. Я вижу, здесь у вас есть отдельный макет Форивер Резиденс. Немного расскажите про него. Он такой премиальный клубный формат закрытый, да? Действительно, это первая застройка от компании «Инград» клубного формата. Полностью премиальный сегмент. Закрытая территория. Пять корпусов по шесть этажей. Всего 82 квартиры. Какие уникальные особенности есть у этого проекта? Конечно, самая уникальная особенность – это его клубность. То есть маленькое количество квартир. Соотношение машинами с квартиром – один с половиной. То есть большой коэффициент действительно. И на первых этажах у нас в зонах лобби есть очень уютные гостиные. Они отличаются друг от друга. На первой линии у нас располагается так называемая наша темная гостиная. То есть это зона отдыха с прямыми видами на реку. Из минусов – кто выбирает для себя премиум сегмент? Здесь все-таки такие большие высокие комплексы. Несколько корпусов. И они достаточно близко к премиальному комплексу «Форивер». Если бы я выбирала для себя такой камерный проект, то я бы хотела, чтобы он был подальше ото всех. Каких-то еще огромных минусов я не нашла. Но, возможно, набережная, она еще будет какое-то время облагоустраиваться. Если сейчас заселяться в первую очередь, то, скорее всего, нужно будет какое-то время еще подождать, чтобы до конца уже здесь все облагородил город. Но таковы особенности всех новостроек. Вы выгодно инвестируете сейчас, чтобы в будущем жить в красивом месте. Но зато по ценам ниже. Сейчас в интернете, здесь, в Ютубе такая, знаете, идет паника, что квартиру уже не купишь, процентные ставки взлетели до небес, все очень дорого, недвижимость дорожает с каждым годом. Но я хочу сказать, что здесь есть очень условия такие лояльные для покупки. Мы всегда держим связь с застройщиками, чтобы понимать, где какие скидки, где какие условия. Потому что бывает так, что пока человек там думает, принимает решения, уже и условий-то этих нет. Или наоборот, просто не знает, что есть такие условия, которые покупателю были бы очень комфортны. Но просто про это не знает, потому что он этим не занимается. У него какая-то совершенно другая работа. А мы, как агентство, конечно же, следим за этим. И всегда держим руку на пульсе, чтобы нашим клиентам предлагать самые выгодные условия для покупки, как по расчетам за квартиру, так и по планировкам, по лучшим проектам для покупки. Поэтому переходите по ссылке в описании за бесплатной консультацией. И один из приятных бонусов, что брокер не берет комиссию. Мы напрямую работаем с застройщиками, поэтому получаем комиссию именно от них. Комплекс действительно впечатляет. Архитектура, вдохновленная водными мотивами, широкий выбор планировок. Мне кажется, этот жилой комплекс подойдет разным категориям жителей. Как семейным, потому что здесь есть и школы, и спортивная инфраструктура, так и для людей, которые еще не успели создать семью. Тоже все удобно. И, конечно, для бизнесменов, потому что близко ко всем значимым точкам притяжения Москвы. В общем, очень приятный жилой комплекс. Обязательно поддержите лайком это видео, а я и дальше буду стараться искать для вас самые интересные жилые комплексы. А с вами была Светлана Наумова, и до новых встреч в моих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова